3 апреля 1967 года состоялась премьера «Кавказской пленницы» самой знаменитой комедии Леонида Гайдая. Все персонажи картины мгновенно стали культовыми фигурами. О них сочиняли песни и анекдоты, а о личной жизни исполнителей главных ролей ходили легенды. Давайте посмотрим, кто же были настоящие супруги любимых актеров. Наталья Варлей, Нина Юная Наташа Варлей разбила не одно мужское сердце. «Меня сжигали искры, фейерверки, снопы, фонтаны из влюбленных глаз моих сокурсников», признается актриса в автобиографической книге «Канатоходка». Неудивительно, что в 19 лет спортсменка, комсомолка и просто красавица выскочила замуж за одного из воздыхателей Николая Бурляева. Как и большинство студенческих браков, этот союз оказался недолговечным. Следующим мужем Наташи стал другой ее однокурсник по щуке, Владимир Тихонов. «Единственный сын Штирлица и Ноны Викторовны Мордюковой с юности страдал наркотической зависимостью. К тому моменту, когда мы поженились, он уже принимал наркотики, узнала в день свадьбы», – рассказывает Варлей. Наташа ждала ребенка, поэтому несколько месяцев они еще жили вместе, а официально развелись через три года, в 1975-м. Второго сына Александра актриса родила от узбекского актера Ульмаса Алихаджаева. Долгое время она не признавалась, кто отец ребенка. В конце 90-х Наталья познакомилась с молодым строителем по имени Владимир, который делал ремонт в ее квартире. У парня было всего несколько лет разницы с ее старшим сыном, но это не стало препятствием для отношений. Увы, счастье опять не случилось. «Чем больше проходит времени, тем яснее видны мне собственные заблуждения, но тогда эмоции захлестнули так сильно. Мы ведь даже венчались. Настолько я была убеждена в том, что Бог послал его мне. Голова не сразу встала на место, а она начала вставать, когда поняла, что меня ставят перед дилеммой. Либо я, либо дети. Ради любимого мужчины детей я не предам. И потом, я считаю, если мужчина любит, то он любит женщину вместе со всем, что у нее есть, с ее кошками, собаками, детьми. А получилось, что кошек полюбил, а детей нет». Сегодня 77-летняя Наталья Владимировна большую часть времени проводит в своем загородном доме, недалеко от Сергиева Посада. «Я не считаю, что личная жизнь не сложилась. У меня прекрасные сыновья и замечательный внук. Я поэт, пыталась идеализировать своих избранников. А потом начинался быт. Все правильно, взаимоотношения нужно выстраивать. Но это я сейчас понимаю. Просто не хватало мудрости», – призналась Варлей. Александр Демьяненко, Шурик Александр Демьяненко был совсем не похож на своего экранного героя. Чрезвычайно замкнутый и скрытный, он с трудом сходился с людьми. В юности Саша осуждал отца, который оставил семью ради другой женщины. Парень и не предполагал, что в его собственной жизни случится аналогичная история. После 20 лет брака с Мариной Скляровой он встретил новую любовь, собрал свои вещи и ушел без ссоры скандалов. Детей в первом браке не было, Демьяненко не испытывал никакого желания стать отцом. Избранницей 37-летнего актера стала Людмила Неволина, звукорежиссер слинфильма. Сначала они общались исключительно по работе, однажды Демьяненко решился таки пригласить женщину в кафе. Он выглядел таким грустным, что Людмила не выдержала и спросила, не влюбился ли он в кого-то. «Да, в вас», – выпалил Шурик. Друзья и коллеги актера говорят о его непростом характере. Однако с Людмилой Акимовной они прожили душа в душу четверть века. Демьяненко пришел к ней с одним чемоданом, оставив все имущество Марине. Людмила сумела создать в доме по-настоящему теплую и уютную атмосферу, а главное – воспринимала мужа как серьезного, вдумчивого человека, не имеющего ничего общего с комедийным персонажем. Все поражались, насколько нежным и трогательным становился этот Бука рядом со своей Людочкой. У Людмилы росла дочь, с которой Демьяненко сумел найти общий язык. Сегодня Анжелика Неволина – довольно известная актриса. Демьяненко и Неволина долго жили без официального оформления отношений. Лишь через 12 лет актер расторг брак с первой супругой и женился на любимой женщине. Александр Сергеевич умер в августе 1999-го, за несколько дней до запланированной операции на сердце. Ему было всего 62 года. Людмила Акимовна ушла спустя 6 лет. Владимир Этуш – товарищ Саахов Владимир Абрамович Этуш почти полвека счастливо прожил со своей второй женой – актрисой Ниной Крайновой. Супруги вырастили дочь, которая продолжила творческую династию. Нина Александровна ушла из жизни осенью 2000-го года. Этуш не находил себе места от тоски и одиночества. Но спустя год дочь Раису потрясла новость – ее 78-летний отец надумал снова жениться. Елена Горбунова, учительница английского языка из Апрелевки, годилась Этушу чуть ли не во внучке. Но разница в 42 года не пугала давнюю поклонницу гениального актера. Раиса Владимировна восприняла мачеху, которая была на 9 лет моложе ее самой, в штыки. Она улетела с мужем и сыном в Соединенные Штаты и долго не давала о себе знать, впоследствии Раиса по достоинству оценила Елену, ведь только благодаря ее заботам отец дожил до глубокой старости. Елена Горбунова рассказывает, что впервые увидела Этуша живьем в 1988 году, когда пришла на спектакль с его участием. С того дня театр имени Вахтангова стал для нее вторым домом. Она старалась не пропускать ни одной премьеры, познакомилась со всеми сотрудниками. Со временем Этуш обратил внимание на девушку, дарившую ему букеты и поджидавшую входа. Бывало, что актер подвозил фанатку до метро. Ни о чем большем Елена тогда и не думала, восхищалась исключительно талантом. Их совместная жизнь началась через несколько месяцев после похорон Нины Александровны. Как-то раз у Этуша поднялась высокая температура, он позвонил Лене и попросил ее приехать. Елена заботливо ухаживала за актером, а через год они расписались. Скромную свадьбу отметили с друзьями в ресторане. Елена сделала все, чтобы актеру было хорошо и комфортно с ней. Она бросила работу в школе и полностью посвятила себя мужу. Репетиции, спектакли, гастроли. Всюду жена была рядом. Елена мечтала, что вместе они отметят столетний юбилей Владимира Абрамовича. Но не довелось. В марте 2019 года Этуш умер от остановки сердца. Ему было 96. Елена Евгеньевна долго не могла смириться с уходом супруга. В первые месяцы она буквально кричала от горя. «Сейчас Елена Этуш делает все, чтобы память о великом артисте жила вечно. Когда я выходила замуж, я понимала, что это навсегда. До конца своих дней я останусь женой Этуша и по-другому быть не может. Он занял все место в моей душе, не оставив самого маленького квадратного сантиметрика», – поделилась Елена Евгеньевна. Фрунзик Макрчан, дядя Нины Первый брак актера был студенческим и быстро распался. Второй раз Фрунзик женился на студентке театрального училища Донари Пилосян. Самому ему было на тот момент уже около 30. Вскоре появилась на свет их дочка Нуне, затем сын Возген. Кстати, Донара тоже снялась в «Кавказской пленнице». Она примерила роль экранной жены, дяди Нины, которую играл ее муж. С годами у Донары проявилось страшное заболевание – шизофрения. Она устраивала мужу жуткие сцены ревности, потеряла интерес к детям, забросила дом. Фрунзик пытался лечить супругу за границей, но терапия не принесла результатов. Актер был в отчаянии, ведь Донаре суждено до конца жизни оставаться в психиатрической клинике. Когда актеру было уже за 50, судьба дала ему еще один шанс на счастье. 28-летняя актриса Тамара Аганисян работала вместе с ним в Ереванском театре имени Сундукяна. Она была замужем, растила сына, но ради Фрунзика круто изменила свою жизнь, не послушав ни родителей, ни друзей. С сыном Фрунзика, Возгеном, Тамара быстро нашла общий язык. А вот Нуне посчитала, что отец предал ее несчастную мать. Вообще, жизнь Тамары в новой семье складывалась непросто. Узнав, что Возгену передалась по наследству болезнь матери, Мократчан стал много пить. Супруги развелись, но, как утверждает Тамара, развод был чистой формальностью. Таким способом они решили квартирный вопрос. Брат Фрунзика говорит, что актер сознательно шел к своей погибели, не имея сил пережить болезнь сына и жены. Ужасное семейное горе. В декабре 1993-го Мократчана не стало от инфаркта. Тамаре на тот момент не исполнилось и сорока лет, но о новом замужестве она не помышляла. «Фрунзика мне хватит на всю жизнь. Я чувствую его ауру, биополе. Фрунзик существует. Когда он мне снится, я весь день в хорошем настроении», – рассказала как-то женщина в интервью. К сожалению, дочь и сын Мократчана умерли совсем молодыми. Георгий Витцин. Трус. Георгий Михайлович Витцин ничем не походил на своих экранных персонажей. Все знавшие его в один голос утверждают, это был чрезвычайно умный, скромный и деликатный человек. Первая жена актера, Дина Тополева, была старше его на полтора десятка лет. Они жили гражданским браком и очень любили друг друга. Причина расставания доподлинно неизвестна. Может, с годами стала сильнее ощущаться разница в возрасте, а может, Витцин напрягала отсутствие детей. Когда отношения с Диной сошли на нет, Витцин влюбился в племянницу знаменитого советского селекционера Ивана Мичурина. Тамара работала в театре имени Ермоловой, Бутафором. Их знакомство состоялось в пасхальные дни. Георгий Михайлович зашел в Бутафорскую с крашенным яйцом в руках, чтобы похристосоваться. После троекратного поцелуя между ним и Тамарой проскочила искра, погасить которую они уже не смогли. Влюбленные поженились, а вскоре родилась дочь Наташа. Дочку Георгий Михайлович обожал безмерно. Интересно, что Дина Тополева, бывшая супруга Витцина, всегда оставалась очень близким для их семьи человеком. Актер помогал ей до конца жизни, и Тамара с Наташей его в этом поддерживали. С Тамарой Федоровной актер прожил больше полувека, трогательно храня ей верность. Особо приставучим поклонницам Витцин сердито бросал «Если вы меня любите, то просто оставьте в покое». Георгий Михайлович ушел из жизни в октябре 2001-го, не успев отметить 85-летний юбилей. Желтая пресса вещала, что свои последние годы актер провел в нищете. Конечно же, это неправда. Просто материальные ценности не имели для него большого значения. Счастье он видел совсем в ином. Евгений Маргунов – бывалый Евгений Маргунов был известным любителем розыгрышей. Однажды ему позвонила незнакомая студентка, перепутавшая номер. Сообразительный Евгений тут же вошел в роль профессора, которого, собственно, и искала девушка. Записав телефон Наташи, профессор назначил ей пересдачу экзамена. Конечно, на другой день обман раскрылся. Наталья была вне себя от злости. Не смягчилась даже тогда, когда узнала в шутнике известного актера. А Маргунов повадился ей названивать каждый вечер и добился такие согласия на встречу. Наташа была приятно удивлена. Будучи на 13 лет старше, Евгений оказался остроумнее, веселее и живее ее сверстников. Они встречались два года, а в 1965-м решили пожениться. Наталья стала для актера идеальной женой, понимающей и абсолютно неревнивой. Даже когда ей намекали, что муж встречается с предыдущей пассией, танцовщицей Варварой Рябцевой, Наталья отмахивалась. Она намного моложе и красивее. Супруга неустанно заботилась о муже, страдавшем сахарным диабетом. И для самого Маргунова семья всегда была на первом месте. Пара воспитала двоих сыновей – Антона и Николая. В июне 1998 года Евгений Александрович и Наталья Николаевна пережили страшную трагедию. В ДТП погиб их младший сын Николай. Актер, по словам Натальи Николаевны, был срублен под корень и ровно через год ушел вслед за сыном. Оглядываясь на свою жизнь, прожитую вместе с Маргуновым, я понимаю, какой счастливой была, говорила Наталья Николаевна. В январе 2021 года ушла из жизни и она. Вся семья Маргуновых покоится на Кунцевском кладбище столицы. Юрий Никулин – балбес. Со своей единственной супругой легендарный клоун познакомился, конечно же, в цирке. В то время Таня Покровская была студенткой Тимирязевки, а в свободное время занималась верховой ездой. По просьбе знаменитого клоуна Карандаша юные наездницы готовили одного из коней к выступлению на арене. Здесь Юра Никулин и увидел Таню. Он был на 8 лет старше, но еще только начинал свою цирковую карьеру. Юрий пригласил понравившуюся девушку на вечернее представление. И надо же такому случиться! Выполняя трюк, Никулин сорвался с лошади и получил травму. Таня каждый день навещала его в больнице и сама не заметила, как влюбилась в забавного и добродушного парня. Много лет спустя Татьяна Николаевна вспоминала. Не очень красиво ухаживал, по-своему. Рассказывал анекдоты, пел песни. Родители Тани были не в восторге от того, что ее жених какой то там клоун, но обаятельный Юрий сумел растопить сердца будущих родственников. Свадьба, состоявшаяся в 1950 году, была предельно скромной. Юрий хотел, чтобы жена была рядом всегда, поэтому добился, чтобы она работала вместе с ним на арене. Они ездили на гастроли по всему Советскому Союзу, и Татьяна в любых условиях умела обеспечить своему мужу комфорт. А еще помогала придумывать новые шутки и репризы. Никулины полностью доверяли друг другу и не допускали даже мысли об изменах. В 1956 году у них родился сын Максим. Однажды режиссер Эльдар Рязанов предложил Татьяне поучаствовать в кинопробах. Все прошло успешно и, возможно, Таня стала бы Шурочкой Азаровой с гусарской баллады. Но Никулин не разрешил жене сниматься. Просто не мог представить, что ее не будет рядом. А Татьяна и не расстроилась. Семейное счастье для нее дороже популярности. Когда в августе 1997 Юрия Владимировича не стало, Татьяна Николаевна полностью выпала из реальности. Юра снился мне каждую ночь, я была как зомби, просто приходила на работу и уходила, стала расслаблять себя алкоголем, прорыдала, наверное, месяца два подряд, а потом взяла себя в руки. Татьяна Никулина пережила своего любимого мужа на 17 лет. Друзья, а какая ваша любимая комедия Гайдая? Пишите в комментариях и не забудьте поставить лайк этому видео.